Вот она, Ее Величество швейная машина, изобретение которого ждали несколько веков. Его история полна драматических, а порой и трагических событий, и выставка в музее «Дом графини Паниной» «Стижок к стежку игла рисует» расскажет и о судьбе людей, пытавшихся создать это чудо техники, и о том, как оно завоевывало мир. В экспозиции богатая коллекция устройств и множество иллюстраций и фотографий. Первые образцы швейной машинки для стачивания парусов были созданы в Голландии еще в XIV веке. Позже свой вклад пытался внести гениальный Леонардо да Винчи и другие изобретатели, но все эти механизмы были несовершенны. И только в 1845 году американец Элиас Хоу запатентовал первую швейную машину с челночным стежком. Спустя шесть лет мир узнал имя талантливого механика Айзека Зингера с фабрики Хоу, который не только усовершенствовал движущийся механизм и получил патент на устройство иглу с ушком внизу, но и стал новатором рыночных стратегий. Он был очень талантливый коммерсант. Например, он первый потратил миллион долларов на рекламную кампанию. Он, например, выпустил серию открыток национальные типы, в которых была представлена швея в национальном костюме Греции, Англии, Германии, совершенно разные страны и краткая информация об этой стране. Еще Зингер, например, первым организовал конвейерное производство. Это удешевило все, и после него уже Генри Форд забрал вот эту идею. Но и еще была одна интересная мысль коммерческая. Он стал продавать швейные машинки в рассрочку. В 60-е годы XIX века в России была тоже организована масштабная рекламная кампания «Зингер» с открытками в русском стиле, изображавших бытовые сценки с юмором и непременным лубочным гротеском. Благодаря этим открыткам фирма успешно вышла на российский рынок. Ее представительство было даже в городце. А в начале XX века «Зингер» открыл производство фирменных машинок в Подольске. И здесь на выставке можно увидеть множество старинных экспонатов российского и иностранного производства, которые когда-то были в ходу у городчан. Гордость экспозиции – швейная машинка-шкаф, украшенная резьбой. 1911 года выпуска, изготовленная в Шотландии. Еще одна интересная очень деталь – это лифт. Вообще особенная вещь, когда нужно машину убрать на кнопочку, хозяйка отжимала кнопочку коленом, и с усилием нужно было ее нажать на саму голову, опускалась она для складывания. А вот назад машина выскакивает сама. Машина еще уникальна тем, что она с легкостью перестраивается из очень тяжелых тканей на тончайший крепдышин и шелк натуральный может шить. Швейная машинка упростила труд не только портных, но и кожевенников. И несколько старинных механизмов для стачивания сапогов и туфель украшают экспозицию. А еще здесь можно побывать в импровизированном швейном ателье XIX века и воочию представить, когда мы заказывали модные туалеты и какие приспособления для сутажа и складок помогали сделать наряд невероятно красивым. Швейная машина Швейная машина – предмет эстетического наслаждения и неутомимая помощница. Многие экспонаты и сегодня на ходу. Полтора века назад это устройство буквально перевернуло жизнь огромного числа людей, облегчив труд в производстве. А сегодня, глядя на эти экспонаты, мы с теплом вспоминаем свое первое ателье для кукол и мамину машинку, которая сшила красивое платье для школьного выпускного. И все благодаря таланту изобретателей прошлого.